Движение открыть. Губернатор Свердловской области Куйбыш. Сегодня в первый день юбилейной трехдневки в Нижнем Тагиле на Гальянке открылся мост через городской пруд. Это был грандиозный проект, ценой почти в 5 миллиардов рублей. И самый дорогой подарок городу по случаю его 300-летнего юбилея. Длина моста 434 метра, ширина 25, 4 полосы и тротуарные дорожки, плюс 4 километра обновленных подъездных путей. Символично, что главным юбилейным объектом стал мост через Тагильский пруд. Он соединил не просто два берега, а прошлое и будущее города. Он открыл дорогу Нижнему Тагилу в новое столетие и подтвердил, что все мечты могут стать реальностью. Губернатор Евгений Куйбышев в Тагил добирался на электричке, на ласточке, билет купил прямо у поезда. А после поездки сообщил о том, что путь был коротким, он не успел в дороге даже книжку почитать. Вторым, а точнее первым по времени и не менее знаковым и значимым для города событием, стало торжественное открытие на привокзальной площади Тагила – стелы трудовой доблести. Ее высота тоже символична – чуть более 17 метров, 1722 сантиметра от основания, то есть по сантиметру на каждый год существования города, который первым на Урале удостоился звания города трудовой доблести. Текст указа президента номер 444 выбит на мемориальной доске, увековечивший трудовой подвиг тагильчан в годы Великой Отечественной войны. «300 лет – это летопись славных дел и ярких событий. Это три века, начиная с петровских времен, службы во имя России для укрепления ее промышленности и обороноспособности. Быть надежной опорой своей стране в характере нашего города. Так было всегда, так будет и впредь». Еще одним большим подарком к юбилею стали два экскурсионных ретро-трамвая, на приобретение которых деньги выделил областной бюджет. К слову, Федерация в трамвайном смысле тоже не поскупилась и по проекту «Чистый город» инвестировала в обновление трамвайного парка Нижнего Тагила 823 миллиона рублей. Ретро-трамваи собраны на Урал-Трансмаши на базе серийной модели 71-415. Их интерьер винтажный, с деревянными сидениями, кожаными ремнями на поручнях. В салоне колесо, имитирующее стоп-краны старых вагонов. Под рукой кондуктор-отрос, дернув за который в кабине вагоновожатого, дзенькает звонок. Но в технологическом смысле вагоны вполне современные, плюс комфорт 21 века. Кондиционер, видеокамеры, USB-зарядки для пассажиров. Новые вагоны будут использоваться для обзорных экскурсий по городу. И не только, впрочем. Будет не смелестно, но на самом деле проект 2-го трамвая не будет разработан. Мы работаем с настоящим заказчиком. Это мы с Потаповой все делали долго, долго. Да, это, кстати, идеи. По словам мэра Пинаева, чтобы каждый тагильчанин смог прокатиться на раритетном трамвае, раз в неделю один из них будет курсировать по маршруту номер 3. Сейчас уже думаем, как мы дальше будем эксплуатировать, использовать, какие услуги оказывать тагильчанам. Но я думаю, что это будет первая пробная ретро-поездка. Завтра поедем уже с делегацией. А потом Игорь Анатольевич любезно будет предоставлять трамвай для всех желающих о нем. По заказу Центробанка к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила Санкт-Петербургский монетный двор выпустил серебряную трехрублевую монету, на версии которой российский двуглавый орел, а на реверсе или решке изображены лисья гора со сторожевой башней, заводской музей и здание заповедника «Горнозаводский Урал». Тираж монеты всего 3000 штук. А заявленная на некоторых сайтах цена юбилейной трехрублевки с изображением Тагила уже 6900 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова